Борьба с терроризмом и прежде всего пресечение попыток боевиков ИГИЛ в проникновении на территорию СНГ. Эта тема стала ключевой на заседании Совета глав государств участников Содружества, а затем и на встрече на высшем уровне, которая прошла в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Оба саммита состояли сегодня в Казахстане. Лидеры стран-участниц СНГ собрались в курортном поселке Бурабай. На разных площадках речь шла об экономике, энергетике и других направлениях сотрудничества. Павел Пчелкин подробнее. Реальная жизнь не раз доказала, как близки интересы стран СНГ, некогда объединенных в одно государство. Здесь и экономические выгоды, и близкие геополитические цели, и, конечно, интересы в области безопасности. Среди подписанных сегодня документов, например, концепция военного сотрудничества до 2020 года, террористическая угроза с Ближнего Востока все яснее проступает на рубежах СНГ. По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они применяли полученный сегодня опыт Сирии, позднее применяли бы у нас дома. Об этом чуть позже говорил и хозяин встречи, Нурсултан Назарбаев. Необходимо констатировать активизацию террористических группировок, деятельность которых подрывает сложившиеся устои мироустройства и затрагивает целые регионы. Более того, под видом беженцев могут скрываться террористы, задачей которых заключается формирование очагов нестабильности. Мы, главы государства СНГ, солидарны в необходимости принятия своевременных эффективных мер по нивелированию вероятных террористических угроз безопасности. Лидеры сошлись во мнении, что необходимо активизировать работу антитеррористического центра СНГ, спецслужб и обмен информацией, уделяя особое внимание именно ситуации на внешних границах Содружества. У России есть развединформация, что в Афганистане ИГИЛ вербует свои ряды боевиков из движения «Талибан». Прямо у границы с Таджикистаном уже действуют тренировочные лагеря и вербовочные пункты. Президент Узбекистана Ислам Каримов отметил, что угрозы южным границам СНГ вполне реальны уже сегодня. По мнению Путина, на этот вызов страны СНГ дадут адекватный ответ. Не могу не согласиться с президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане. Ситуация там действительно близка к критической. Террористы разных мастей набирают всё большее влияние и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. Одна из их целей – прорваться в Центральный Азиатский регион. Нам важно быть готовыми, согласованно реагировать на такой сценарий. На встрече принято решение о создании совместной пограничной военной группировки быстрого реагирования для защиты внешних границ Содружества. Утвердили и программу пограничной безопасности о некоторых целях, которые рассказал исполнительный секретарь СНГ. Оказание своевременной помощи, что сегодня очень актуально, в обустройстве участков внешних границ государства СНГ на наиболее угрожаемых направлениях. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров в пограничной сфере. На встрече принято решение о создании совместной пограничной военной группировки быстрого реагирования для защиты внешних границ Содружества. Кроме того, утвердили программу пограничной безопасности. Лидеры приняли совместное заявление о борьбе с терроризмом, а Владимир Путин проинформировал коллег об операции российской авиации в Сирии против террористов ИГИЛ и других экстремистских группировок. Действуя с воздуха и моря по заранее согласованным с сирийцами целям, наши военнослужащие добились внушительных результатов. Уничтожены десятки пунктов управления и складов с боеприпасами, сотни террористов и большое количество боевой техники. При этом мы неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию экстремистам и террористам. Кроме того, российский президент призвал странно-участницы встречи подключиться к работе созданного в Багдаде информационного центра военных и спецслужб России, Сирии, Ирана и Ирака. Сегодня же Казахстан принимает саммит евро-азиатского экономического сотрудничества. Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии сосредоточились главным образом на внешних связях объединения. В частности, речь идет о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Израилем. Аналогичные переговоры идут с Индией, Египтом и Ираном. Подобное соглашение уже работает, например, с Вьетнамом. Еще одна важная тема – сотрудничество экономического союза с Китаем. Как известно, страны ЕАЭС проявляют большой интерес к китайскому проекту экономического пояса «Шелкового пути». Также речь шла о дальнейшей либерализации рынка Союза. Например, о снятии барьеров в 21-м секторе услуг, в том числе в строительстве, рекламном бизнесе и аудите. По итогам саммита лидеры подписали 15 документов. Павел Пчелкин, Марина Елисеева, Первый канал.